Сегодня мы продолжаем обсуждать книжку Эйстейна Линнебо «Тонкие объекты» и сегодня обсуждаем главу номер 9, она называется «Проблема Юлия Цезарь». Ну, для начала необходимо пояснить, что это за проблема, и, собственно, это и делает Эйстейн Линнебо в этой главе. Проблема касается так называемых смешанных утверждений тождества, и впервые эту проблему поставил Готланд Фреге в основоположениях арифметики. Там он рассуждает по поводу того, является ли Юлий Цезарь числом или не является он каким-то числом и так далее. Ну и, собственно, из работы основоположения арифметики пример с Юлием Цезарем стал кочевать дальше. То есть мы знаем у Карна поесть по поводу Юлия Цезаря, и является ли Юлий Цезарь числом и, или простым числом, ну и так далее. Вот, собственно, что же за проблема такая с этими смешанными утверждениями тождества? Дело в том, что у Фреге в основоположениях арифметики, ну и дальше в основных законах арифметики тоже. Антология такова, что все объекты и понятия вместо с ними, хотя он различает объекты понятия, ну, будем не в афрегевском смысле понятия объекта употреблять, а в таком более понятном нам. То есть у него объекты это все-таки скорее физические какие-то вещи. Вот. Они равноправны. И поэтому всегда закономерно возникает вопрос о том, является ли какой-нибудь объект, например, стол, истинный, допустим, потому что истина это тоже объект. Или, например, является ли какое-то число, хотя это некоторая абстракция, Юлием Цезарем. Вот. И для Фреги эта проблема была очень важной, и он считал, что недостаток принципа Юма заключается в том, что принцип Юма не дает возможности разрешить эту эпистемологическую проблему. То есть мы не можем знать, является ли Юрий Цезарь числом или не является, исходя из принципа Юма. И именно для того, чтобы решить проблему Юлия Цезаря, Готлуп Фреги использовал базовый закон номер 5. Из базового закона номер 5 он дальше выводил принцип Юма, ну и это позволяло ему решить проблему Юлия Цезаря. Но, как оказалось, базовый закон номер 5 приводит к противоречию, поэтому проблему Юлия Цезаря Фреги в своей философии математики так и не смог решить, получается. Вот. Линнебо говорит, что по отношению к вопросам о смешанных утверждениях тождества может быть два варианта отношения. Можно считать, что такие вопросы являются бессмысленными, и можно считать, что эти утверждения являются ложными. Ну, для и той, и другой точки зрения мы можем найти какие-то аргументы. И в дальнейшем будут рассмотрены оба варианта. Но в этой главе Линнебо конкретно концентрируется на работах Хейла и Райта, потому что с его точки зрения они предлагают наиболее перспективный способ решения проблемы Юлия Цезаря. Правда, и этот способ его тоже не устраивает. С точки зрения Хейла и Райта антология должна быть поделена на категории. Эти категории не пересекаются, то есть объект, с их точки зрения, любой, принадлежит к какой-то одной категории. Он не может принадлежать к двум категориям. Вот. И у каждой категории есть свой собственный критерий тождества. Ну и из-за этого объекты разных категорий будут просто фактически различными. То есть Хейл и Райт дают второй вариант ответа на проблему Юлия Цезаря. С их точки зрения все смешанные утверждения тождества являются ложными. Ну, например, Юлий Цезарь это человек, который был убит в 44 году до нашей эры. Это нечто конкретное, какой-то конкретный объект. Число, допустим, число 3 это некоторая абстракция. Абстракция не может быть убита в 44 году до нашей эры. Соответственно, у нас есть основания для того, чтобы заключать, что 3 не является Юлием Цезарем. Ну и так далее. Правда, говорит Линнобо, здесь возникают некоторые нюансы. Закон Лейбница не всегда корректно работает для смешанных утверждений тождества. Есть все равно определенные тонкости, на которые следует обращать внимание. С точки зрения Линнобо и почему ему не нравится концепция Хейла и Райта, с его точки зрения категории могут пересекаться. И для того, чтобы нам работать со смешанными утверждениями тождества, нам требуется не только фактические открытия. То есть нам требуется не только обнаружить что-то в мире относительно объектов, о которых мы пытаемся формулировать такие смешанные утверждения тождества, но нам нужны некоторые концептуальные решения, которые относятся скорее к нашему концептуальному аппарату, а не к миру. Проблема Юлия Цезаря может показаться достаточно тривиальной, говорит Линнобо. Однако она имеет очень широкий спектр применения. Мы можем сформулировать проблему Юлия Цезаря для очень разных понятий. Например, Линнобо формулирует проблему Юлия Цезаря для направлений, потому что из определения направления, а это вот тоже один из принципов абстракции, уже много раз с нами обсуждавшийся в ходе рассмотрения книжки Линнобо, собственно, тот самый принцип абстракции, который берется из основоположения арифметики, Готлобо Фреги, на что, если две прямые параллельны, то их направления равны. Вот, с помощью этого принципа мы задаем, что такое направление, мы задаем критерий тождества для направлений и так далее. Вот, из этого определения неясно, является ли, например, Англия тем же самым объектом, что и направление земной оси. Вот, мы не можем ответить, исходя из принципа абстракции для направлений, на этот вопрос. То есть у нас возникают некоторые смешанные утверждения тождества, которые касаются таких абстракций, как вот направления. И мы можем формулировать проблему Юлия Цезаря для очень и очень большого количества разных понятий. Вот, эмпирические свидетельства не позволяют нам установить, что число 3, например, не было убито в 44 году до н.э. Мы не знаем, было ли убито число 3 в 44 году до н.э. или нет. Обнаружить это мы никак не можем. Более того, число 3 — это абстракция. И мы вообще не знаем, что значит для абстракции быть убитой. И тем более не можем понять, что значит для абстракции быть убитой в 44 году до н.э. Именно поэтому применение закона Лебница не является очевидным То есть, может быть, число 3, как абстракция, и было убито в 44 году до нашей эры Тогда же, когда был убит Юлий Цезарь Может быть, это даже один и тот же объект Поскольку мы не знаем, как с некоторыми объектами работать Мы, может быть, не знаем каких-то свойств этих объектов Мы не можем однозначно применять принцип закон Лебница Для того, чтобы разрешить проблему Юлия Цезаря для них Вот, и проблема Юлия Цезаря, в принципе, возникает Когда разные сорты или виды многосортного языка Объединяются вместе в односортный язык В прошлой главе, в восьмой, мы рассматривали двухсортный язык В котором были отдельные переменные Для токенов букв и для типов букв Вот здесь, в девятой главе, Линобо хочет рассмотреть односортный язык Который получается путем объединения сортов двухсортного языка Ну и, собственно говоря, очевидно, поскольку у нас появляется односортный язык У нас возникает проблема Юлия Цезаря Если раньше у нас она не возникала У нас был один сорт объектов Один сорт языковых выражений для одного типа объектов Можно так выразиться Или одной категории объектов И второй сорт языковых выражений для второй категории объектов То здесь у нас нет разделения на сорты или на виды в нашем языке И поэтому у нас обязательно возникнут проблемы со смешанными утверждениями тождества Поскольку мы их можем формулировать Если раньше они были у нас запрещены То в односортном языке такие утверждения формулировать можно Вот, допустим, вот такая вот запись Abs от x, r и α означает, что x является r-абстракцией от α Здесь r, ну x это у нас, соответственно, некоторая абстракция r это некоторое отношение единства α это некоторые изначальные объекты Которые изначальному домену принадлежат Например, α это могут быть прямые r это, например, отношение параллельности И x это, соответственно, направление Вот, мы можем сформулировать, соответственно, критерии существования И критерии тождества с помощью вот этих вот терминов У нас получится, что r, если r α α То существует x такой, что x является r-абстракцией от α И критерий тождества будет такой, если x является r-абстракцией от α И y является r-абстракцией от β, то x равен y тогда и только тогда, когда r α α Да, ну, то есть вот допустим Если взять второй принцип то Без Yao То есть мы можем сказать что некоторое направление ничто является направлением То есть мы абстрагировались по параллельности от каких-то прямых Нечто еще является тоже направлением То есть мы по параллельности абстрагировались от каких-то еще прямых И мы можем сказать, что два направления совпадают Если эти две прямые, от которых мы конкретно абстрагировались, параллельны друг другу Для удобства мы можем записывать еще вот таким вот образом Мы можем говорить, что если rαα и rββ То абстракция по r от α совпадает или равна абстракции по r от β Тогда и только тогда, когда между α и β есть отношение r Ну и соответственно проблема у нас следующая Проблема состоит в том, как понимать смешанные утверждения тождества такого вида s, ну то есть мы формулируем некоторый сингулярный терм Вот этот вот оператор обозначает операцию, которая конструирует сингулярный терм Конструируем сингулярный терм по отношению r из объекта u изначального домена И дальше мы также конструируем сингулярный терм по отношению s из изначального домена Но там уже другая переменная v Вот, и когда мы можем сказать, что вот эти вот объекты, обозначаемые данными сингулярными термами, совпадают? В каких случаях? И может быть, если они не совпадают, то почему? Вот, опять же, мы в самом начале обсудили, что есть несколько вариантов решения этой проблемы, и здесь мы их рассмотрим. Либо, значит, эти утверждения тождества являются бессмысленными, либо есть некоторый, как это утверждает, как это называет Линоба, систематический ответ вида такого, что два этих объекта, две этих абстракции разных, полученных разными способами, будут одинаковыми в том случае, если выполняется некоторое условие F. Вот, и нам нужно объяснить, что это за условие F такое, которое включает в себя и переменные по изначальному домену, и вот эти вот отношения единства R и S. Для начала рассмотрим отрицательный, ну, то есть, вот ответ на проблему Юлия Цезаря, который предполагает, что все смешанные утверждения тождества являются бессмысленными. Такой ответ дает Хек-младший. Он говорит, что логический сорт надо рассматривать в качестве синтаксического коррелята онтологического понятия категории. То есть, в онтологии у нас есть категории, в языке у нас сорты или виды. И сорты однозначно связаны с категориями. С его точки зрения, как я сказал, смешанные тождества бессмысленны. Ну, потому что, если объекты относятся к разным категориям, то как мы их можем сравнивать? Как бы, да. Но здесь возникает конфликт с реализмом. Конфликт с реализмом следующий. Если объекты от нас не зависят, то тогда смешанное тождество тоже от нас не зависит. И оно должно иметь значение. Не зависящее от нас. Ну, например, стол, как нечто относящееся к одной категории, никогда не будет числом. Это не зависит от нас. Соответственно, утверждение, что стол является числом 3, или Юлий Цезарь является числом 3, будет бессмысленным. С точки зрения Хека. Но с точки зрения реализма оно будет вполне себе осмысленным. Оно не зависит от нас. И стол точно никогда не будет числом 3. Потому что это совершенно разные объекты, они к разным категориям относятся. Правда, здесь есть тоже нюансы. Вот если мы возьмем Фреги, то Фреги придерживался реализма об объектах и о понятиях. И он говорил, что объекты и понятия это разные категории. Но при этом, ну, вроде как, тут у меня вон опечатка, вроде как бессмысленно говорить об их тождестве и различии. Однако, есть точки зрения, которые придерживаются противоположного взгляда. Например, Райо, он пытается отстаивать позицию, что реализм совместим с разделением сортов в многосортных языках. И объекты разных категорий мы можем сравнивать. Да, 2 является абстракцией, Юлий Цезарь не является абстракцией, 2 является натуральным числом, а множество, содержащее в качестве элементов пустое множество, и синглитон из пустого не является числом. Вот, то есть, Райо отстаивает позицию, что вроде как многосортность вполне себе совместима с реализмом, и позиция Хека является неверной. Правда, Линнебо в этой главе не поясняет, в чем же позиция Райо состоит, поэтому я не могу пояснить, каким образом он это аргументирует. Но для того, чтобы сравнивать, в конце концов, нам требуется снять ограничения категорий, и для этого нам нужно от многосортного или хотя бы двухсортного языка перейти к односортным языкам. Вот теперь мы переходим к позиции Хейла и Райта. Они рассматривают принципиально односортные языки, и с их точки зрения нужно сначала объяснить, видовые понятия или вот эти вот сортовые понятия и категории, и после этого мы сможем ответить на вопрос об истинности смешанных тождеств. Мы можем дать следующее определение. Определить, что значит быть видовым понятием. Понятие Ф является видовым, если его употребление в качестве предиката, по крайней мере в некоторых языках, предполагает неопределенный артикль. Ну, мы можем сказать, что там, не знаю, допустим, Муся из Экет. Вот здесь употребляется неопределенный артикль Э, значит, кошка Экет, да, это видовое понятие. Ну, в русском языке артиклей нет, поэтому данный критерий нам не подходит. Другой вариант определения видового понятия следующий. Понятие Ф является видовым, если оно позволяет формулировать осмысленные вопросы о тождестве и количестве. То есть, если мы можем спросить, например, является ли нечто кошкой, ну, например, является ли Юрий Цезарь кошкой или нет, это осмысленный вопрос. Соответственно, кошка является видовым понятием. Или мы можем спросить о количестве каких-то объектов, которые подпадают под видовое понятие. Допустим, мы можем спросить, сколько кошек находится в темной комнате. Вот. Это тоже осмысленный вопрос. Он предполагает какой-то конкретный ответ. Соответственно, понятие кошка является видовым понятием с точки зрения этого определения. Критерии тождества мы можем сформулировать для видовых понятий. Ну, точнее, для объектов, которые под видовые понятия подпадают. Мы можем сформулировать два варианта критериев тождества. Первый называется одноуровневый, второй – это двухуровневый. Вот. Одноуровневый – это значит, что там задействованы только объекты изначального домена. То есть, никаких абстракций пока еще нет. Вот. И критерий тождества для объектов изначального домена следующий. Что если х и у подпадают под видовое понятие f, то х и у равны тогда и только тогда, когда между ними есть отношение r, где r – это отношение единства. И двухуровневый критерий тождества следующий. Что если выполняется r α α и r β β, то абстракция по r от α равна абстракции по r от β тогда и только тогда, когда между α и β есть отношение r. Вот. Опять же, r – это отношение единства, и оно для того, чтобы вот эти критерии тождества были какими-то полезными для нас, должно отличаться от обычного тождества. То есть, мы, конечно, можем отношение r заменить на равенство, да, ну, вот как поставить тоже такой же вот значок между α и β. Это, но тогда этот критерий нам ничего интересного не сообщит. Вот. Кроме того, Линоба говорит, что отношение r должно пониматься интенсиональным образом, а не экстенсионально. То есть, мы должны говорить о понимании вот этого отношения единства. Понимание предполагает интенсионал, и интенсионал этот не привязан к какому-то конкретному домену. То есть, если мы понимаем отношение единства для кошек, например, то в каком бы возможном мире мы ни оказались, мы всегда можем кошек, которые там находятся, сравнивать. Являются они тождественными или не являются. Вот. То есть, это отношение задается интенсионально. Дальше мы можем формулировать следующее. Значит, для видовых понятий мы можем сформулировать такую вот штуку. Понятие f обладает одноуровневым критерием тождества в случае, если универсальное замыкание его является необходимым. Этого критерия тождества. И касательно двухуровневого критерия. Понятие f обладает двухуровневым критерием тождества, если необходимыми являются два следующих утверждения. Во-первых, для всякого x, если x подпадает под f, то, возможно, существует альфа такое, что x совпадает с абстракцией по r от альфа. И x совпадает с абстракцией по r от альфа. И y совпадает с абстракцией по r от бета. То x равен y тогда и только тогда, когда между альфой и бета имеет место отношение r. Ну, по сути, это моделизованные варианты критерия существования, плюс тут у нас еще квантер общности появился, и критерии тождества, которые мы уже рассматривали до этого. Вот, всякое видовое понятие обладает критерием тождества. То есть, если мы можем подразделить объекты на виды, то для объектов какого-то вида мы всегда можем определить, являются ли они одними и теми же, или же они разные. Вот, и поэтому осмысленность контекстов тождества и большинство вопросов о количестве являются необходимыми условиями для того, чтобы что-то было видовым понятием. Если мы для какого-то понятия обнаруживаем бессмысленное утверждение о тождестве или бессмысленный вопрос о количестве, то тогда это понятие не может считаться видовым. Вот, из этого определения 9.1, которое только что мы рассмотрели, следует так называемый, как у Линобу, Линобу это обозначает факт 9.1. Заключается он в следующем. Если понятие обладает критерием тождества, то всякое подпонятие обладает тем же критерием. Ну, здесь можно выделить следующее. Допустим, есть понятие «человек», это видовое понятие, и оно подразделяется на еще какие-то более маленькие виды. У Линобу там конкретно говорится о женщинах. Вот есть женщины, это как бы подвидовое понятие для видового понятия «человек». Ну, соответственно, есть подвидовое понятие «мужчин». И критерии тождества для женщин тот же самый, что и критерии тождества для человека в принципе. И точно так же можно сказать, что вот поскольку у нас было такое разделение по половому признаку для людей, то критерии тождества для мужчин тот же самый, что и критерии тождества для человека. Ну, то есть критерии тождества для подпонятий совпадают с критериями тождества самих понятий. Вот, а не обязательно, чтобы у видовых понятий были какие-то уникальные критерии тождества. То есть, Линобл замечает, что не обязательно, чтобы если у нас есть какие-то два видовых понятия, то у них обязательно были какие-то свои собственные несовпадающие критерии тождества. Однако, любые два одноуровневых критерия, присущие видовому понятию F, необходимы и эквивалентны при ограничении на F. То есть, если мы зададим ограничение на F, то эти одноуровневые критерии тождества будут необходимы и эквивалентны. Теперь перейдем к категориям. Категории определяются у Линнобу как максимально охватывающие или максимально общие видовые понятия. К таким могут быть отнесены, например, направления, натуральные числа или физические тела. Физическое тело — это некоторая категория. Есть другая категория — это натуральное число. И так далее. Соответственно, понятие категории мы можем определить так. Понятие F является категорией, если F является видовым понятием, и оно имеет критерий тождества, который мы обозначим для краткости звездочкой. Не знаем, что это за критерий тождества. Ну что там у разных видовых понятий эти критерии могут отличаться. И кроме того, для любого X, такого, что X не подпадает под F, и любого видового понятия G, такого, что X подпадает под G, G не имеет критерия тождества на основе отношения единства из звездочки. Ну то есть, нечто является категорией только в том случае, если оно определяется таким критерием тождества, которое содержит некоторое отношение единства, и это отношение единства больше не используется ни в одном другом критерии тождества, ни для других категорий, ни для других видовых понятий, ни для чего вообще. Поэтому категории являются максимально охватывающими видовыми понятиями. Вот из этого определения следует факт 9.2. Следующий. Допустим, F это видовое понятие, которое имеет одноуровневый или двухуровневый критерий тождества на основе отношения единства R. Допустим, G это наиболее охватывающее понятие, чей одноуровневый или двухуровневый критерий тождества основан на R. Тогда у нас получается, что G это категория, которая включает в себя видовое понятие F. Вот, Hale и Wright отстаивают еще тезис уникальности. Они утверждают, что всякие объекты относятся к уникальной категории. А видовое понятие, соответственно, может включаться только в одну категорию. Оно не может включаться в две категории. Ну, то есть, каждый объект относится только к какой-то одной категории. Объект не может относиться одновременно к нескольким категориям. И в самом начале я говорил о том, что Linnebo это не устраивает. Вот, дело в том, что определение, которое мы только что рассмотрели для видового понятия, это определение 9.1, из которого выводился факт 9.1. И определение категории, это определение 9.2, и, соответственно, из него вводился факт 9.2. Вот, эти определения совместимы с пересечением категорий. Вполне может быть так, что какие-то категории пересекаются. То есть, есть объекты, которые одновременно относятся к двум категориям, трем, четырем или еще скольки-нибудь. Рассмотрим пример, который Linnebo обозначает 9.1. Возьмем следующие критерии тождества. Это уже знакомый нам принцип Yuma. То есть, число объектов, подпадающих под понятие F, равно числу объектов, подпадающих под понятие G, тогда и только тогда, когда F и G равномочны. Это первый вариант. И второй вариант. Число, ну вот, здесь у нас операция взятия числа имеет индекс 0, для того, чтобы отличать. Вот, число объектов, подпадающих под понятие F, равно числу объектов, подпадающих под понятие G, тогда и только тогда, когда F равномочна G, или F не является конечным под эдекинду, и G не является конечным под эдекинду. Вот. Дело в том, что вот эти два принципа, они совместимы для конечных понятий, если мы возьмем понятия, которые конечны. Но они не совместимы для бесконечных. Поэтому для конечных понятий мы можем отождествить операцию решетка и решетка с индексом 0, а для бесконечных понятий мы этого сделать не можем, потому что у нас число объектов F, если F бесконечно, не будет равно числу объектов F, когда операция у нас взятия числа объектов с индексом 0. Ну, то есть вот мы берем второе определение, второй критерий тождества. Вот. Соответственно, у нас получается, что конечные кардинальные числа одновременно относятся и туда, и туда. Да, то есть есть два разных критерия тождества, и конечные кардинальные числа относятся и в одну категорию, и в другую категорию, которые задаются этими двумя критериями тождества. Вот. Ну, понятие конечного числа, как я сказал, оно, соответственно, обладает обеими этими критериями, и поэтому видовое понятие, конечное число это видовое понятие, может подпадать под разные категории. Рассмотрим еще пример 9.2. Это уже пример с буквами, который, наверное, будет более понять. Пусть E – это отношение между двумя токенами букв, то есть некоторыми конкретными начертаниями, имеющее место, если эти токены одного и того же типа из английского алфавита. Ну, например, я беру ручку и листок бумаги и напишу две одинаковых буквы. Вот. Это будут два токена одного и того же типа. Вот. Если я напишу две разные буквы на этом листочке бумаги, то это будут два токена разных типов. И пусть у нас тоже есть отношение S. Это точно такое же отношение, но уже не для английского алфавита, а для испанского алфавита. И S и E – это отношение частичной эквивалентности. Все точно так же, как было в прошлой главе. Вот. Теперь рассмотрим токены N и N стильды. Вот. Они будут токенами одного типа из английского алфавита, потому что, если мы, используя английский алфавит, будем оценивать эти два токена, то мы будем считать, что они относятся к одному и тому же типу. Это просто буква N. Вот. Но они будут токенами разных типов для испанского алфавита, потому что в испанском алфавите есть две отдельные буквы – N и вот это N стильдой. Вот. То есть у нас будет выполняться следующее, что E выполняется для N и N стильдой, но S не выполняется для N и N стильдой. Вот. Однако буква A, если я напишу букву A на листочке, эта буква будет токеном одного и того же типа в обоих алфавитах. То есть буквы, для которых эти алфавиты одинаковы, включаются в две разных категории. Соответственно, мы можем заметить, что возникают две разные категории, соответственно, для букв, в зависимости от того, какие алфавиты мы друг с другом сравниваем. Вот. Может потребоваться, чтобы у каждого видового понятия было не более одного критерия тождества. Можно потребовать. Однако в этом случае понятие конечного кардинала, это вот пример 9.1, не будет видовым. И тогда возникает очень странная ситуация. Как это так? Понятие конечного кардинала не является видовым понятием. Вот. Если объект может принадлежать не более чем к одной категории, то вот это вот рассуждение по поводу конечного кардинала пример 9.1 показывает, что это может приводить к тому, что неверным будет тезис о том, что всякий объект относится хотя бы к одной категории. Потому что если конечный кардинал – это невидовое понятие, то, соответственно, число 1, число 2, 3, 4, они не относятся к категории никакой. Получается. Они же не относятся к видовому понятию конечного кардинала. Вот. Соответственно, вот этот тезис уникальности может вызывать определенные сложности. Если мы требуем действительно, что у каждого видового понятия только один критерий тождества, то тогда у нас некоторые объекты не будут подпадать под категории. А это нежелательная ситуация. Поэтому, Линнабо говорит, тезис уникальности не является обязательным. Кроме того, Хейл и Райт предлагают еще такую вот штуку, которая называется «Грюнд Геданки». Грюнд Геданки заключаются в том, что два видовых понятия пересекаются, если совпадают их критерии тождества. То есть мы можем сформулировать вот это Грюнд Геданки формально следующим образом. Абстракция, R-абстракция от альфа равна S-абстракции от бета, то R равно S и R-альфа-бета. Или же импликацию мы можем даже заменить на эквиваленцию, потому что импликация из правой стороны в левую является тривиальной. Из вот этого самого принципа «Грюнд Геданки» следует, что тезис уникальности выполняется для всех объектов, которые имеют двухуровневый критерий тождества. То есть если у каких-то объектов есть двухуровневый критерий тождества, то тогда они имеют только один критерий тождества. Кроме того, «Грюнд Геданки» предполагает, что принимаются только такие тождества, которые соответствуют обычному критерию тождества. И я, правда, из изложения «Линноба» не понял, что это такое за обычный критерий тождества. А остальные оказываются ложными. И вот это вот принцип «Грюнд Геданки» соответствует идее о том, что критерий тождества сообщает нам что-то важное об объектах. Ну, например, мы же знаем, что число 3 не равно Юлию Цезарю. И, соответственно, почему? Потому что мы можем критерий тождества применить. Мы знаем, что число 3, например, это абстракция, а Юлий Цезарь это не абстракция. Соответственно, мы что-то вот узнали с помощью критерия тождества об этих объектах. Мы знаем, что Юлий Цезарь был убит в 44-м году до нашей эры. Число 3, например, не было убито. И критерий тождества нам сообщает что-то об этих объектах. Может возникнуть следующая ситуация. Вроде как у Фреги есть некоторая идея, которая противоположна вот этой вот идее Хейла и Райта о Грюнд Геданке. Фреги в основоположениях арифметики говорит, что есть с одной стороны способ введения объекта, то есть определение значения некоторого символа. И с другой стороны есть... Как это сказать там? Отношение... Вот это вот отношение единства, отношение спецификации, это вот объекты изначального домена. И отношение между вот ними и абстракцией, которая получается из них. То есть если... Язык, о котором мы говорим об объектах, возникает некоторым... Ну, например, стихийным образом, случайно возник как-то. То есть слова или, если хотите, более общие там сингулярные термы были придуманы для объектов таким образом, что они как-то сущностно с ними не связаны. Вот. То есть Фреги говорит, что вот язык, он случайно обозначает некоторый объект. То есть он не отражает на самом деле вот эту вот какую-то сущность, внутреннюю этих объектов. Мы можем один и тот же объект назвать одним символом, другим символом, третьим. От этого ничего не изменится. Главное, что мы просто эти символы последовательно использовали. Вот. А когда мы берем некоторые объекты, рассуждаем о них, находим между ними отношение единства и используем абстракцию, чтобы получить какие-то новые объекты, то это отношение не является случайным. То есть отношение между языковым миром случайно, между символами и тем, что этими символами обозначается. А вот отношение, которое появляется между объектами с одной стороны, связанными каким-то отношением единства и абстракциями с другой стороны, это отношение уже не случайно. Вот. Ну, и, соответственно, Линобов говорит, что вот это вот возражение, которое, казалось бы, может возникать против Грюнген-Данки, оно на самом деле не имеет никакого отношения, никакого силы. Вот. Связано это вот с этим вот положением о том, что отношение между символом и обозначаемым объектом является случайным. А вот это второе отношение между изначальными объектами и некоторым единством для этих объектов и абстракциями, которые появляются на основе этого. Оно дает нам какую-то информацию об объектах. Вот. Объект не может участвовать в любом отношении единства, а значит, участие в каком-то конкретном таком отношении является свойством самого объекта. Ну, например, прямые участвуют в отношении единства параллельности. Столы, например, очень странно говорит, что они находятся, ну, участвуют в отношении единства параллельности. Что значит параллельность столы? Ну, конечно, в определенных ситуациях мы можем себе придумать, что это значит. Но это все равно будет несколько другой смысл, другое отношение единства. А если мы возьмем людей, например, то для людей это вообще что-то очень странное. Что значит, что один человек параллельен другому человеку? Соответственно, вот в этом отношении единства параллельности могут участвовать прямые. И их участие в этом отношении что-то нам о них сообщает. И благодаря тому, что они участвуют в этом отношении единства, мы можем над ними абстрагироваться и получать направление. Вот. Опять же, еще раз повторюсь, что до этого в восьмой главе рассматривался двухсортный язык. Он там был обозначен L1. Да, у нас был L0 это изначальный язык. Потом L1 это уже двухсортный язык с абстракциями. Вот. И для L1 были сформулированы условия утверждаемости, которые гарантируют, что этот язык используется как если бы мы абстрагировались от объектов изначального домена. Как если бы мы говорили об абстракциях. Вот. И в прошлой главе рассматривался пример с токенами букв. Над ними проводилась абстракция и мы получали типы букв. Вот. Теперь же построим односортный язык, который мы обозначим L2. В нем мы удалим указатели типов выражений. Здесь типы в смысле теории типов уже употребляются. Вот. Ну, то есть у нас не будет разницы между токенами и типами. Токенами букв и типами букв. Ну, и в этом случае у нас возникает проблема Юлия Цезаря. Да, у нас будет возникать смешанные утверждения тождества. Они вполне будут осмысленными. Мы сможем их сформулировать. Что значит, что вот некоторые... токен будет равен некоторому типу. Что это такое? Так это или не так? Вот. Ну, мы всегда сможем различить указание на токен и указание на тип. Дело в том, что когда мы указываем на токен, мы можем указывать либо на сам токен, как на некоторый конкретный объект, либо на тип, то есть на абстрактный объект, к которому этот токен принадлежит. Вот. И различить эти указания мы сможем с помощью обращения к утверждениям тождества. Потому что если мы рассмотрим случай токенов, если мы говорим о токенах, то мы всегда подразумеваем равенство для них. Если же мы говорим о типах, то мы подразумеваем частичную эквивалентность. Два типа равны, если частично эквивалентны токены, над которыми мы абстрагируемся. Это все было в предыдущей главе. Вот. Ну и для простоты еще мы можем даже использовать сложные демонстративы типа этот токен и тот тип. Когда мы говорим соответственно о токене и типе. вот. И дело в том, что смешанные тождества будут ложны из-за тезиса уникальности. То есть с помощью тезиса уникальности мы всегда можем сказать, что смешанное тождество ложно. Правда, есть определенный нюанс, о котором я сейчас скажу. Вот. Что значит, что смешанные утверждения тождества ложны из-за тезиса уникальности? Это означает, что условие утверждаемости для языка L2 предполагает, что ни один тип букв не отождествляется с каким-либо старым объектом из домена L0. Однако в остальном новые абстракции отождествляются со старыми объектами. Если у нас есть какие-то старые объекты, которые относятся к тому же типу выражений, то всегда мы можем их отождествить. Как это можно прояснить? Вот вспомним множественный закон номер 5. Он говорит, что множество созданное из множественности иксов равно множеству созданному из множественности игреков тогда и только тогда, когда для всякого z z является одним из иксов тогда и только тогда, когда z является одним из игреков. И мы можем допустить следующую ситуацию Допустим, в изначальном домене у нас уже есть множество Тогда мы с помощью абстракций над множественностями получаем новые множества Но и те, и другие являются множествами И, соответственно, мы можем новые множества сравнить со старыми множествами И определить, одни они и те же или же нет И если они являются одними и теми же То есть они содержат одни и те же элементы То мы их отождествляем И если же они содержат разные элементы То мы говорим, что они различны И это позволяет нам в данном конкретном случае Сохранить принцип экстенсиональности Потому что если бы мы не могли отождествить новые множества со старыми То тогда принцип экстенсиональности был бы нарушен Допустим, у нас есть в изначальном домене, например, объект А и объект Б И у нас есть множество пара А-Б У нас есть, соответственно, множественность Которая содержит в себе... Ну, у нас много там множественностей Да, и у нас есть конкретная множественность А-Б Содержащая объекты А-Б Ну, в таком, в множественном смысле Соответственно, мы можем применить операцию Создание множества из множественности Мы создаем множество пару А-Б Мы сделали то же самое множество Которое у нас уже было до этого Но мы сделали это с помощью абстракции С помощью множественного закона номер 5 То есть мы получили как бы новый объект Но экстенсионально это новое множество Совпадает с тем, которое у нас уже было раньше Если мы будем утверждать, что это два разных объекта То тогда принцип экстенсиональности будет нарушен Вот Соответственно, поскольку мы не хотим потерять принцип экстенсиональности В данном конкретном случае мы говорим, что это один и тот же объект То есть мы с помощью абстракции создали тот же объект Который у нас уже был до этого И это происходит из-за того, что тезис уникальности работает Для одноуровневых критериев тождества Соответственно, если мы используем абстракции То у нас двухуровневый критерий тождества должен фигурировать Соответственно, тезис уникальности у нас в случае абстракции Уже работать не будет И поэтому смешанные тождества То есть, с одной стороны, старые объекты С другой стороны, новые Не будут автоматически ложными Вот Однако, какого-то единого ответа на вопрос о том Отождествляются новые абстракции со старыми объектами Или же нет Отсутствует Это необходимо признать Кроме того, Линобов говорит, что Для этого языка L2 есть еще другие некоторые особенности Которые, в некотором смысле, затрудняют работу с этим языком Во-первых, для L2 нет композициональной интерпретации на основе базового домена Которые удовлетворяют приведенные условия утверждаемости Потому что для токенов требуется тождество Для типов частичная эквивалентность токенов И одновременное выполнение этих условий невозможно Поскольку у нас теперь один сорт Вот В двухсортном языке Множественности определены только для базового домена Они определены один раз и навсегда А в односортном они определены и для абстракции тоже Это некоторое преимущество Теперь мы можем Вот с помощью этого односортного языка Где у нас два разных сорта слиты воедино Формулировать множественности из абстракции И в том числе из абстракции и из старых объектов Вот, на этом у меня все Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok